Вероятно, к насущным вопросам, кто виноват и что делать, прибавится еще один. Как жить? В России величина прожиточного минимума вновь упала на 200 рублей. Теперь трудоспособные граждане попробуют жить на 10 тысяч 466 рублей. Для пенсионеров он вовсе стал равен 8 тысячам. Можно ли прожить в месяц на эту сумму, ни в чем себе не отказывая? Это мы и решили выяснить. Молодым семьям с детьми нет. С ЖКХ уходит 5-6 тысяч, поэтому не говоря уже о питании. 10 тысяч это только на неделю хватит? Я как многодетный отец, не знаю, в принципе не хватает, конечно. Я думаю, даже на неделю нельзя выжить. Примерно, больше в месяц вы тратите, чем 10 тысяч рублей или меньше? Больше, конечно. На ЖКХ 10 тысяч примерно, ну и 20 тысяч, допустим, где-то на семью. Как вы считаете, какая допустимая сумма прожиточного минимума в месяц? 25-20. 1015, наверное, хотя бы. Ну, нормально, чтобы питаться, наверное, 1020 надо. Прожиточный минимум включает в себя полную стоимость минимальной продуктовой корзины, 50-процентную надбавку на приобретение необходимых непродовольственных товаров и оплату услуг, а также коммунальные платежи и другие обязательные выплаты. На 2017 год, согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин употребляет за год, например, 100 килограммов картофеля и 60 килограммов свежих фруктов. Это значит, что обычный среднестатистический житель нашей страны должен употреблять в день 3 картофелины и 160 граммов мяса вместе с двумя огурцами в прикуску с 10 кусочками хлеба. Пожарить все это надо умудриться на кусочки масла в 40 грамм. На десерт можно съесть яблоко весом 160 граммов и выпить почти литр молока с тремя вафлями, общим весом 60 граммов. А также один раз в два дня можно съедать одно яйцо и употреблять за неделю 350 граммов рыбы. С непродовольственными товарами все еще интереснее. Так, почти за 8 лет вы можете купить только 3 предмета верхней одежды, а за полтора года вам полагается сменить только 7 пар носков или чулок. Зато, согласно расчетам, можно менять головной убор раз в год, а обувь два раза в год. С постельным бельем все обстоит чуть хуже. За год меняется только два комплекта. Также на свой прожиточный минимум раз в месяц можно сходить в кино или театр. Так что для обычных граждан даже такая сумма, как 200 рублей, имеет немалое значение. 10 поездок на общественном транспорте или дополнительный билет в кино, 6 буханых хлеба к завтраку или 20 пачек анальгина. Вывод можно сделать один. Денег нет, но вы держитесь.